Всем привет! С вами Саша Желтов и вы на канале Educate Online. Мы заметили, что нас смотрит очень много девушек и специально подготовили выпуск для вас, дорогие наши. Сегодня мы говорим про 10 профессий, которые будут очень актуальны для девушек в 21 веке. Смотрите это видео до конца, чтобы узнать про все возможные профессии. И погнали! Перед тем, как начать, хочу сказать, что грань между мужскими и женскими профессиями в современном мире уже стирается и практически отсутствует. Поэтому вы, дорогие девушки, ничем не уступаете мужчинам с точки зрения получения высоких должностей, работы в ведущих компаниях и профессионального и карьерного роста. И первая профессия, с которой мы начинаем, это дизайнер интерьера. Сейчас все больше людей уже ценят свой дом, потому что во время ковида мы все остались дома, и, соответственно, пространства, в которых мы находимся и живем, они обретают все большую ценность. Как все обставить? Где что повесить? Где должна быть картина? Как должен быть расположен свет? Знайте лучше всего вы. Со своей энергией, обаянием вы сделаете помещение такое, в котором будет комфортно находиться и днем, и ночью. Здесь мы говорим не только о жилых помещениях, а также о коммерческих, также и о ресторанах. Возможностей очень много. Так что, если вам интересно обустраивать пространство, эта профессия для вас. Такие специалисты могут за проект зарабатывать в среднем от 90 тысяч рублей. При этом у вас может быть несколько проектов, которые вы ведете. И следующая профессия — это проект-менеджер. Человек, который контролирует проектную работу в организациях, умеет все координировать, собирать воедино, а также работать с командой. Соответственно, девушки, которые умеют все организовывать, обладают менеджерскими талантами, умеют все контролировать, будут выигрыши на этой позиции. Такие специалисты зарабатывают от 50 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. А в крупных компаниях, таких как Сбербанк, Яндекс и прочее, даже больше. И следующая профессия — это ивент-менеджер. Сейчас огромное количество мероприятий, праздников, корпоративных мероприятий в том числе. Соответственно, нужны люди, которые все это организовывают. Подбирают помещение, приглашают артистов, заказывают кейтеринг и делают так, чтобы та цель, которая есть у мероприятия — развеселить людей, либо сплочить команду, она была достигнута. Большинство таких позиций занимают именно девушки, потому что с одной стороны здесь нужны способности организатора, а с другой стороны есть творческая сторона. Потому что вы всегда в движении, вам нужно общаться с большим количеством совершенно разных людей. Пообщайся с фотографами, пообщайся с тем, у кого ты будешь арендовывать помещение, пообщайся с тем, кто будет удивлять петь. Это совершенно разные люди, и к каждому нужно найти подход. Именно поэтому девушки ценятся на этой позиции. Зарплата в России ивент-менеджера составляет от 80 тысяч рублей. И это в среднем. Всегда есть возможности для роста. Следующая профессия для девушек с аналитическим складом ума — это программист на Python. Это сейчас очень распространенный язык программирования, в котором используется небольшое количество символов. Соответственно, его проще всего освоить. И используется в совершенно разных областях. Я знаю, что такие люди есть в Яндексе, такие люди есть в Educate Online, такие люди также есть и в фэшн, и промышленной индустрии. Соответственно, аналитический склад ума, желание работать с цифрами, с кодом — добро пожаловать. На такой позиции можно зарабатывать от 100 тысяч рублей, и это только за один проект. А ведущие программисты в этой области зарабатывают и 250-300 тысяч рублей каждый месяц. А сейчас ставь лайк, если тоже задумываешься о профессии в IT. Профессия для творческих девушек — это иллюстратор. Человек, который делает иллюстрации и оформляет книги, сайты. При этом мы часто можем подумать, что это то же самое, что графический дизайнер. Но это не так, потому что графический дизайнер обычно делает все на заказ и слушает требования заказчика. А иллюстратор — профессия более творческая, где нужна ваша творческая жилка, ваше видение и уникальность в том, что вы делаете. Такой человек может зарабатывать за один проект от 60 тысяч рублей. Главное, чтобы была энергия и творческая жилка. А в нашей компании Educate Online мы как раз фокусируемся на том, чтобы дать ребенку те знания и ту профессию, которая будет ему или ей максимально интересна. Переходите по ссылке в описании и записывайтесь на бесплатный пробный урок. И также вы получите персональный план развития ребенка, что ему или ей и когда изучать. Следующая профессия для тех, кто много любит писать, называется спичрайтер. Пришла она к нам с запада. Это люди, которые пишут специальные тексты для выступлений. Политиков, бизнесменов, общественных деятелей. Здесь очень важно, с одной стороны, взять мысли у заказчика и работать с ним напрямую. Это нужно уметь делать, потому что это очень высокопоставленные люди. Плюс ко всему, важно сохранить гибкость, чтобы в дальнейшем в прессе не было каких-то заявлений, что он слишком резко высказался. И чего бы и кто бы обо мне не говорил, это не имеет ровным счетом никакого значения. Для такой профессии нужно обладать, с одной стороны, грамотностью, а с другой стороны, начитанностью. Эта профессия сейчас очень востребована среди девушек и хорошо оплачивается. За один проект можно заработать от 70 тысяч рублей, а потом послушать, как президент разговаривает вашим текстом. И следующая профессия — это PR-менеджер. Человек, который занимается формированием приятного имиджа компании или конкретного человека в СМИ, медиа, в социальных сетях. Как в России, так и за рубежом. Эта профессия очень популярна среди девушек, потому что она объединяет в себе все. И желание, и возможность общаться с прессой и медиа. И возможность подготовить человека, например, к телевизионным выступлениям. Также это возможность проявить и настойчивость, потому что, чтобы попасть в ведущее издание, один раз недостаточно написать. И гибкость подхода, что является, по сути, такой предпринимательской задачей. Такие специалисты за один проект, который введут, зарабатывают от 70 тысяч рублей в месяц. Соответственно, можно вести и два, и три, и четыре проекта, и у вас будет высокий заработок. Следующая профессия одна из самых популярных. Это SMM-менеджер. Такие люди наполняют контент социальных сетей, как конкретного человека, так и компанией. Основная цель – это генерация позитивного имиджа и большего количества подписчиков, которые в дальнейшем перерастают в клиентов. Фрилансер, человек, который работает с единичными проектами, может зарабатывать от 40 тысяч рублей в месяц за каждый проект. При этом параллельно ввести несколько. Конечно, это нужно делать без потери в качестве. А если работаешь в крупной компании, то зарплата от 150 тысяч рублей тебе обеспечена. И следующая профессия, она для тех, кто чувствует людей. Профессия психолога. В этой профессии придется очень много общаться с людьми, повышать свою квалификацию, знать, как работает мозг, чувство человека и постоянно развиваться. С каждым днем ментальное здоровье и душевное благополучие становятся все большим приоритетом всех жителей на нашей планете. Соответственно, профессия психолога всегда будет актуальна. Смотрим в душу. Вы смотрите в мою. А я смотрю в вашу. Маги, это... Эй, без разговоров. Частные психологи сейчас в России зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц, что является прекрасным заработком. Последнее по списку, но не по значению профессии, это контент-менеджер. Человек, который занимается генерацией и сбором контента. Это могут быть как фотографии, так и видеоконтент, либо какие-то виральные ролики, которые разлетаются по всему ТикТоку. Такой человек очень важен и работает, как правило, в связке с SMM-менеджером, чтобы один генерил пользователей, а другой показывал им контент. При этом, чем контент лучше, чем он виральнее, чем он интереснее, тем больше людей будет приходить. Такие специалисты зарабатывают от 80 тысяч рублей в месяц, а в крупных компаниях от 150. Пишите в комментариях, какая профессия вас наиболее заинтересовала и почему. Нам будет очень интересно почитать про ваш выбор. Всегда при выборе профессии руководствуйтесь своими способностями, желаниями, мечтами. Тогда вам будет, с одной стороны, комфортно работать и интересно. Вы будете развиваться, а с другой стороны, у вас будет прекрасный заработок. И пусть вас не смущают первоначальные заработки в 40-50 тысяч рублей. Потому что в каждой профессии, о которых мы рассказали сегодня, можно дойти до топового уровня. И тогда вы будете зарабатывать миллионы. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мы будем рассказывать вам все больше и больше об обучении за рубежом и о перспективных профессиях. С вами был, как всегда, Саша Желтов и канал Educate Online. Единственный канал в русскоязычном YouTube про заграничное школьное дистанционное образование. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока!